Всем привет, ребят! Мы сейчас будем вылетать. Итак, наше путешествие начинается, вот, в Техас, Арлиттон. Пять утра почти. Никто из нас, наверное, не спал, судя по всему. Надеюсь, полет будет, хотя нет, он не будет быстро вообще, потому что он будет действительно два часов. К сожалению, нет Руслана. Надеюсь, мы все доживем до конца поездки и доберемся до отеля живыми и здоровыми. Как же прекрасно. Поездка 10 на 10. Лучше быть не могло, поэтому мне даже не поднялась жалову. Только Ирюху там проебали багаж, что-то такое. Магии нет, зато есть багаж магии. Самое веселое, это был 10-часовой перелет в экономию. Тогда было весело. Ярик там чуть подпиздил еды, поэтому мы там не голодными. Мы там пятерные порты съели всего. А я там добытчиком был, да. Это пиздец. А где он? Он потерялся в Атланте. Он сонный вышел и что-то там не пошло у него с дедом 70-летним поговорить про киберспорт. Его причинили, наверное, к плохим ребятам. И поверено до проверки, и он не успел в самолет. Ты как? Охуенно вообще заебись. Меня стопанули, когда я ехал с командой. Все вроде проходят. Я такой, ну сейчас я тоже пройду. А мне офицер такой говорит, нет, не сегодня, не пройдешь. Короче, он там вроде что в паспорте поставил. Вроде как. Он потом забрал паспорт, положил какую-то папку. Сказал, давайте пойти за ним. Я пошел за ним, меня отвели на допрос. Там я, наверное, больше в очередь время убил, потому что я ждал, наверное, минут 20. После того как меня уже вызвали, короче, на допрос. Я там ответил на те же самые вопросы, которые мне задавали. Прошло спокойно, типа. А потом уже я на рейс просто не успел, потому что терминал далеко находился. И я там опоздал буквально на минут 5. Багаж мы забрали, там ребята, они его довезли до сюда. А я просто вылетел на следующем рейсе, пролетел вот в полночь в аэропорт. И все это время там ждал. Полтора часа где-то прошел. Да, первый раз, наверное, за всю мою карьеру в этой компании вышло так, что я не еду на мажор. И вообще, в принципе, на турнир. Ребята поедут без меня. Мы уже несколько месяцев занимались тем, чтобы сделать команде визы. И, честно говоря, перед тем, как я в Саудовскую Аравию, я уже думала над тем. Ну, пожалуйста, давайте хотя бы там 5 игрокам и Айрата сделаем визы. И они поедут без нас. То есть я уже так подходила к тому, что, в принципе, я готова, что у нас команда поедет без менеджмента, в принципе, на турнир. Но в последний момент, уже когда мы прилетели в Саудовскую Аравию, у меня получилось записать ребят в Израиль на групповую подачу. И мы записались всех девизером. Сразу после этого мы поехали в Саудовскую Аравию. Пришли на следующий день на собеседование. Очень долго оно у нас проходило, где-то суммарно часа два. То есть сначала пошла я, я полностью рассказала, кто мы такие, зачем мы туда едем. Попроверили все доки. Потом мы от регистратора пошли к консулу. И он начал по одному всех вызывать, расспрашивать. Мы проходили-проходили собеседование. Сначала меня первую допрашивали, а меня последнюю. И в конце он мне такой говорит, я бы тебе визу дал, но тебе нужно пройти административную проверку системно. Он говорит, вот, отправь данные и жди, мы тебя вызовем. Вот, собственно говоря, и все. Ну это было забавно, потому что мы там довольно долго сидели, около двух часов. Ребята такие уже все вышли. Уже вышел Дима такой. Они уже все рады, всем одобрили визу. Я такая выхожу. Они такие, ну чего там пляж? Я говорю, а мне не дали визу. Они такие, что? Как тебе не дали визу? Типа, ну вот, как-то так. Это первый турнир без Русланы, без Доколаны. Я скажу сразу, что чувствуется, что ее нет. Она всегда нам помогала по всем абсолютным вопросам, потребностям, каким-то непоняткам. И вообще, так сказать, я чувствовал, что если я где-то проебусь, мне всегда напомнят, скажут, поддержат, покажут, что сделать нужно. Вот, и поэтому я скажу, что чувствуется, что ее нет с нами. Она, конечно, помогала нам удаленно все время, пока мы были в перелете. Все вопросы она не спала. Поменяла вот под Америку режим. И все еще продолжает нам помогать на дистанции. Ну, конечно, ребята расстроились. Есть еще шанс того, что я, возможно, успею получить визу в ближайшее время. И тогда я просто доеду на турнир. Но, в принципе, я с ними поговорила довольно много там, пока мы ждали паспорта. И они заряжены ехать нормально выступать и без меня. С момента основания этого состава мы его собирали вокруг как бы тренерского и менеджерского штаба. И у нас есть второй менеджер. Это Дима Корбан. И, соответственно, он возьмет часть моих обязанностей на себя. Ну, и я поменяю себе режим и буду просто работать удаленно. В этот раз Руслана с нами не полетела, но полетел, как и планировалось, наш SEO, Никита. В принципе, Никита добавляет команде шарма. Немножко подстегивает ребятишек наших хороших. Вот. Так что, я думаю, это пойдет нам только на пользу. Начинаем обзор на практике. С приятного есть диванчик. С приятного есть помещение до... Ну, дополнительное помещение всегда приятно. Ну, давайте с туалета начнем просто. А лучше с туалет. Тут ванная. Practice. Большой. Места всем хватает, я думаю. Какая-то штука, видимо, чтобы за нами следить спецслужбу поставили. Прикольный вид из окна. Ладно, не прикольный. Вид из окна наоборот. По компам, по компам. Ну, сегодня играли. Я не знаю, это из-за интернета или из-за того, что компы слабые. Где-то фризит. Ну, не совсем комфортно было в какой-то момент. Дни 5, по-моему, назад мы вернулись из Саудовской Аравии. Очень сильно удивила меня команда Team Secret. То, что они прошли так далеко. Ну, у них состав только собрался недавно. Очень хорошо выступили, на самом деле. Они хорошо играли. Видно, что у них есть еще очень много минусов. Но команда свежая, команда новая. Они сыграются. И мне кажется, они очень хорошо выступят на квале, на интернешнл. После того, как мы заняли топ-2 на последнем турнире, я думаю, что ожидания к нам стали выше. Люди теперь будут ждать, что мы будем выигрывать. Все подряд. Каждый турнир. Мажор, потом интернешнл. Но мы не чувствуем давление. Мы чувствуем себя свободно, кайфуем от доты. Мы даже, проиграв в финале, не чувствовали какого-то тильта, или грусти, или каких-то вещей. Мы были максимально заряжены, веселы, довольны. И просто потому, что мы от самого процесса получали очень много удовольствия. Я думаю, так и будет дальше. Я сначала думал, что это не то, что я думаю, а надеялся, короче, что это... Я потерял мысль. Я надеялся, что это не пейнет для бритья, но я разочаровывал это. Да. Как вообще выспался? Почувствовал ли ты себя нормально? Или у тебя jet lag? Да. В общем, я проснулся, поспал я где-то 6 часов. Принял душ, пошел в практиц. В практиц я сыграл один паблик, успел. Сыграл еще пару кастомов. Ковертроу 3.0. Вообще вот лучшая кастомка вот в доте. Вот сейчас. Потом мы играли КВ. Две проиграли, одну выиграли. И вот сейчас мы приехали на медиадень, где мне делают массаж лица. Я думал, все нормально будет по jet lag, но сейчас примерно 6 часов. 6 часов вечера здесь в Dallas. Ну, короче, я обычно в это время заспаю и нереально вот хочется спать. Я думаю, сейчас просто приду в номер, буду играть доту. Ну, часов в одиннадцать есть, да, господи. Я к такому был не готов, я к такому был не готов. Выйдите нахуй. Так тяжело просто закрыть свои баллы. Окей, проиграй. Пиздец. Мне иногда кажется, что я просто в дурдоме, ебаном куполе, в котором собрались просто все долбоебы мира, что это? Вот, ну. Где трогой, ты ебан? Что же ты с собой взял? Пиздкост. Они играют с заменой, насколько я знаю одной. Это, по идее, сильная тима в своем регионе, в Южной Америке. Но мне кажется, именно на мажоре они послабее, чем остальные топы. Я бы не назвал их сильной командой. Наши вечные соперники. Заноза. Они, думаю, вот как раз-таки они выступят хорошо, как и на предыдущем мажоре. Думаю, в топ-4 могут они заходить. У них хорошие все игроки на своих ролях. Еще не знаю особо, что ждать от ЕГЭ. На бумаге сильные, а у них опять есть какой-то ярко выраженный лидер. Флай вернулся. Это скорее им будет в плюс, потому что плохо, когда много мнений в команде. Видно было, как они не могут к чему-то общему прийти. Думаю, он поможет им прийти к чему-то общему. Более сплощенно играть, двигаться. Я думаю, у них сейчас может быть все лучше, потому что на прошлом мажоре они провалились. Просто им нужна была вот эта вот общая идея. Думаю, тут у них будет все намного лучше, на самом деле. Я могу их в топ-6 поместить. Тиммастер. Тяжело сказать, что от них ожидать. Они то выигрывают у себя в регионе без шансов, но когда приезжают, плохо играют. Мне кажется, у них именно проблема с пребыванием на лане. Но если они справятся с давлением на лане именно, думаю, они могут показать хорошую доту. Потому что у себя в регионе они считаются сильной командой, действительно. Которая может спокойно в этом играть. И PSG, и топ-1 Китая. Royal Never Give Up. Команда Entity с заменой на керри. Мне кажется, что Pure был именно тем звеном, которое пришло и заставило работать эту команду. Потому что до этого они вроде там, в общем, брекались. У них все было окей. Пока у них был подкристалис. Но они не могли там забраться выше топ-5 Европы. Сейчас, мне кажется, у них все стало лучше. У них своя там какая-то дота. Чуть-чуть не похожа на всю остальную мету. И Pure сейчас не будет на этом турнире, к сожалению или к счастью. У них будет Саберлайт, а в него я на керри не верю, если честно вообще. Поэтому многого от них не жду. Бум. Если честно, я вообще не смотрел за Азией. Могу сказать, что они, вот каждый отдельно, все суперскилловые чуваки очень хорошо жмут кнопки. И в целом они такая тима скилла. Но я бы не сказал, что у них какие-то есть вот крутые идеи или вот необычные мувы по карте. Я бы сказал, что они просто играют сильно с упором на линии и потом с четкой доминацией. Но если у них это не получится, им будет тяжко. А тут вот команда умеет, я думаю, с этим справляться. Поэтому я от Бум тоже многого не жду. Нантус Винсера. Команда, которую нельзя ставить на и нельзя ставить против. Я думаю, что на самом деле они хоть и хорошо выступили на DPC, на этом турнире им будет тяжелее. Потому что им не дадут играть в такой быстрый дот. Мы вот играли против них. Они играют быстро, они играют темпово, они играют там виспами, фурионами, даунбрейкер. Они летают по всей карте там. Но мне кажется, вот не получится у них. И если у них не получится первые пару матчей так сделать, они будут пытаться перестроиться. И если у них получится, то все будет окей. Но мне кажется, именно это не будет так хорошо работать на этом турнире. Более размеренная дота будет, мне кажется, более сильная. Понятное дело, что у них сейчас молодые, новые пост-3, пост-4. Молодые ребята. Но я думаю, они справятся. Думаю, у них все окей с этим будет. Могу просто по себе сказать, что первые ланы не оказались таким жестким стрессом. Сумасшедшим, который вот мне вот описывал, допустим, тот же Ярик. Это все проще, если ты его очень проще в целом воспринимаешь. Итак, я надеюсь, что мы выйдем в верхнюю сетку. И там мы встретимся с самыми сильными командами из группы А. Это будут LGD 100% и OGA. И две остальные команды, это будут команда Sonics, Quincy Crew и Outsiders. Я думаю, они точно будут сильнее, чем все остальные команды. Больше всего, конечно, хочется встретиться с командой Outsiders, дать им реванш. И, в принципе, все, все остальные. А хотя с LGD еще вот. Либо с Outsiders, либо с LGD дать им реванш. Посмотреть, сможем ли мы сейчас быть сильнее, чем они в этой форме. Да. Я перешу и сразу плюешь водой. Я не знаю, что я тут. Если ты станешь своим ножом, я сразу ухожу. Я знаю, чем это заканчивается всегда. Иди там. Давай, давай я уже как-нибудь воткнул. Ну. Совместись. И я сейчас буду вынимать, ты будешь slow-mo, понимаешь? А что я буду делать-то? А ну я буду падать, я уже умру. Давай, типа. Понимаешь? А, типа назад. Да. в ритме ланов конечно живется очень здорово нам но планы идут одни за другим и немножко не хватает промежуточного этапа чтобы отдохнуть там распаковать чемодан все дела но в целом пойдет пойдет если бы еще не лететь 26 часов даже сейчас я не могу связать три предложения вместе потому что у меня нереальнейший джетлаг я плюс 7 по моему нас между странами да так что мне это не очень нравится очень хочется спать думаю что вы можете встретить 20 минут они просто слабые ведь и 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 так и и и Вроде чистый сегодня. За все, что ты мне там украл, фигов. Мальчики походят на качков. Думаю, что я в виде выступают профессионалы и не похоряйте на качке. Мальчики походят на качке. Мальчики походят на качке. Мальчики походят на качке. Мальчики походят на качке. Только чуть почище. Вар. Команда Team Spirit. Ни хуи еще нет. Ничего нет. Есть кофеечек и два пакета черного чая. Это нам с Яриком на вечернюю трапезу. Здесь Ярослав сидит один. Вот так вот две руки за голову и просто обдумывают пики. Я сам в шоке был. Сегодня в 5 утра проснулся. Я так два часа сидел. Ну вот и в принципе весь наш номер. На самом деле достаточно просторный, чтобы покрутить черепаху. Сука, не снимается. Субтитры сделал DimaTorzok